Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компания, которая бережно привезла 200 тысяч запчастей из Европы, Кореи и Соединенных Штатов. Обратите внимание, сколько у нас навесного оборудования. Это стартеры, генераторы, турбины и много отличных запчастей для вашего автомобиля. Сегодня мы порадуем любителей General Motors, разберем мотор, который снят с Saab. Итак, встречаем Z18XE. Z18XE – это двигатель объемом 1,8 литра под брендом Ecotec. Он является обновленной под новые строгие экологические нормы Euro 4 версии двигателя X18XE1, который появился в 1998 году. Оба этих двигателя были созданы на основе младшего 1,6-литрового мотора путем увеличения диаметра цилиндров и хода поршней. В серию этих двигателей объединяет чугунный блок, алюминиевая ГБЦ с двумя распредвалами и 16 клапанами с гидрокомпенсаторами в их приводе. В приводе ГРМ зубчатый ремень. Во впускном коллекторе есть механизм изменения его длины. Этот двигатель от предшественника отличается отсутствием клапана EGR и наличием электронной дроссельной заслонки. Двигатель Z18XE выпускали с 2000 по 2009 год. Его получили все модели Opel тех лет, а это Vectra C, Astra G, Astra H, Meriva, Zafira, Signum и Tigra. Также его устанавливали на Saab 9.3, бюджетные Deo Nubira и Chevrolet Lachete под обозначением F18D3. Но позже всего до 2009 года этот двигатель продержался на первых партиях автомобиля Chevrolet Niva. Двигатель Z18XE обладает очень приличным ресурсом и может пройти легко 500 тысяч километров. Как правило, первые 200-300 тысяч километров этим моторам было необходимо просто своевременное обслуживание. А затем уже начинались проблемы, которые связаны с возрастом, эксплуатацией и экономией на обслуживании. Сейчас мы подробно обо всем расскажем. Навесного оборудования на именно этом моторе уже нет. Продано, но, естественно, мы нашли всю навеску на нашем складе. Итак, поехали! Расходомер воздуха на двигателе Z18XE частенько требует замены с периодичностью раз в 3-4 года. Симптомы его неисправности разнообразные. Во-первых, появляется ошибка P0170, которая указывает на неправильную топливо-воздушную смесь. Во-вторых, на холодную двигатель плохо заводится и глохнет без подгазовки. В-третьих, двигатель может нестабильно работать, но прогревшись начинает держать стабильно обороты. А в-четвертых, двигатель плохо реагирует на педаль-акселератор. Все эти симптомы пропадают после отключения разъема ДМРВ. Но если двигатель продолжает работать нестабильно, то, скорее всего, проблемы с ЭБУ. Блок управления двигателя Z18XE расположен прямо на впускном коллекторе и, естественно, подвержен вибрациям и перепадам температур. Симптомы поломки ЭБУ абсолютно разнообразные. Как мы уже и говорили, двигатель может нестабильно работать, то есть симптомы те же, как при неисправном расходомере. Также могут отпадать некоторые функции. Например, дроссельная заслонка может перестать слушаться педали акселератора, и одна из форсунок может отказаться работать. Обычно, если какие-то проблемы с ЭБУ, то двигатель работает в аварийном режиме. В блоке управления в местах алюминиевой пайки отваливаются перемычки толщиной с волос. Это и является неисправностью. Благо, эти блоки уже научились ремонтировать и в продаже есть восстановленные блоки в комплекте с иммобилайзером и ключом, которые легко ставятся на автомобиль. Генератор двигателя Z18XE частенько нуждается в замене реле-регулятора. Реле-регулятор служит обычно примерно 200 тысяч километров. Также износ подшипников этого генератора не редкость. Тогда генератор издает посторонние скрипы и шорохи. А вот если снять ремень навесного оборудования и шорохи прекратятся в момент работы двигателя, то тогда надо покрутить шкив. Скорее всего источник шумов будет найден именно в нем. Дроссельная заслонка обычно не выходит из строя, а любые серьезные неприятности с ней скорее всего связаны с ЭБУ. Если двигатель неровно держит холостой ход, то тогда можно почистить дроссельную заслонку. Топливная рампа двигателя Z18XE не имеет регулятора и линии обратки, потому что все эти детали находятся в погружном бензонасосе. Форсунки служат очень хорошо и хорошо поддаются чистке. На необходимость чистки людей сподвигает устранение пропусков зажигания в том случае, если все детали системы зажигания проверены. Кстати, оригинальные форсунки можно заменить на форсунки Siemens, которые предназначены для двигателей ZMZ 406 серии. Только надо заменить вот это уплотительное колечко на более толстое – 15 миллиметров. Модульная катушка зажигания имеет неплохой ресурс. Обычно она не выходит из строя из-за обрыва обмоток. Искра обычно пробивает через наконечники, которые легко поменять, и через корпус катушки. Иногда люди пытаются починить места пробоя, добавив изоляции тем или иным способом. Но данная катушка стоит вменяемых денег. Позвоните в «АвтоСтронг». В легкосплавном впускном коллекторе двигателя Z18XE есть механизм изменения длины его впускных каналов. Теория говорит, что если удлинить канал, по которому воздух будет попадать в цилиндры, то это вызывает ускорение потока воздуха и завихрение в цилиндрах. Благодаря этому снижаются насосные потери и воздух с топливом лучше смешиваются. Таким образом двигатель выигрывает в экономичности и тяге. Воздух при средних и малых нагрузках цилиндры попадает по длинному каналу, а при тапке в пол – по самому короткому пути. Переключения между длинными и короткими каналами происходят с помощью вакуумного актуатора. А вот за дозировку вакуума отвечает электромагнитный управляющий клапан, который получает команды от ЭБУ. Чисто механически впускной коллектор сделан хорошо и надолго, но с большими пробегами появляется шорок и лязг из-за износа заслонок, а также из-за появления выработки в местах прилегания заслонок к коллектору. Характер шума на холостом ходу может меняться в зависимости от нагрузки на двигатель. А если двигатель работает в паре с АКПП, то при переключении режима Drive либо Reverse. При износе заслонок большинство владельцев решается разобрать впускной коллектор и удалить заслонки. На практике на мощность это практически не влияет. Также может подвести тот самый электровакуумный клапан. Тогда появится соответствующая ошибка P0111. Впускной коллектор также может треснуть, и тогда не учтенный расходомером воздух будет просачиваться и двигатель будет работать неровно. Сегодня в разборе этого двигателя нам будет помогать человек не Паша. Встречайте, Коля! И мы начинаем нашу разборочку. Согласно распространенной информации, клапан EGR на двигателе Z18XE отсутствует. Но это не совсем верно, потому что клапан EGR на ранних моторах, которые устанавливали на Vectra C, был. А на остальных моторах каналы системы рециркуляции отработавших газов были заглушены. Под впускным коллектором расположена пластиковая трубка системы охлаждения. Со временем она может треснуть, и через трещину антифриз будет просачиваться и попадать на стартер. Обычно течь небольшая, и поэтому можно доехать до места ремонта, чтобы заменить эту трубку. Зубчатый ремень ГРМ надо менять на этих моторах каждые 60 тысяч. Было много случаев, когда эти моторы погибали от обрыва ремня ГРМ. Когда ремень обрывает, то поршни мощно ударяют по клапанам. При замене ремня ГРМ следует обязательно оценить состояние помпы. Помпа должна вращаться без каких-либо шорохов и скрипов. Бывали случаи, что из-за заклинивания помпы ремень ГРМ рвался. Клапанная крышка двигателя Z2. 18XE установлена на резиновую прокладку. Со временем эта прокладка дубеет и теряет эластичность. Возникает течь масла. Самое неприятное, когда масло попадает в свечные колодцы, появляются пропуски, воспламенения, а также изнашиваются наконечники и катушка. Эта резиновая прокладка продается отдельно, а потом меняется. О состоянии мощный лаковый налет из-за некачественного масла, но износа на кулачках распредвалов мы не наблюдаем. К пробегу в 300 тысяч километров маслосъемные колпачки твердеют и начинают пропускать масло в цилиндры, что приводит к появлению либо же усугублению расхода масла. Также клапаны могут перегреться из-за скопившегося масляного нагара. В таком случае у клапана может прогореть либо же отвалиться небольшой фрагмент. В таком случае двигатель Z18XE будет работать неровно с пропусками зажигания в соответствующем цилиндре. Одним словом, затяжной масложер на двигателе Z18XE так или иначе приводит к переборке ГБЦ. В нашем случае мы это и наблюдаем. Оплавление выпускного клапана четвертого цилиндра. Двигатель ел масло. ГБЦ на переборку. Блок полностью чугунный. На удивление состояние цилиндров хорошее. Хон просматривается, не видно побежалостей, но виден нагар на донышках поршней. Цилиндропоршневая группа двигателя Z18XE надежная и выносливая. Случаев заметного масложора немного. Причиной масложора в данном двигателе является использование некачественного масла, коим и явилось, что удивительно, масло GM оригинальное Dexos 5w30. Те владельцы, которые перешли на более качественное масло, не сталкивались с масложором, который вызван залеганием поршневых колец. Также в некоторых случаях для устранения повышенного расхода масла на этом двигателе. Достаточно заменить масло на более подходящее и качественное масло. А теперь поговорим о состоянии. Признаки дичайшего масложора налицо. Все поршни и шатуны облеплены подгоревшим маслом, а вот вкладыши напротив в отличном состоянии, как будто они смазались маслом из другого поддона. И коленвал в отличном состоянии. Его можно отмыть, оттереть и поставить в другой мотор. Шутка. Разборка закончена и сегодня мы разобрали простой, надежный двигатель без очевидных недостатков. Если вы хотите знать о моторах, коробках и бузерчатях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».